Это Соболев Илья. И как любой стендапист, он записывает начальный ролик для своего сольного стендап концерта. Луис Си Кей делал будто с ним говорил голос. Кевин Харт бежал как Джеймс Бонд. Данила Поперечный ролик не снимал, но у него пел хор и это здорово. Ролик должен быть интересный и оригинальный. Поэтому он позвал меня, актрису Большого драматического театра, чтобы я вам вот так говорила слова. Ролик уже идет. Это он. От себя хочу добавить, что в нас из телевизора стреляют лучами. И чтобы вас не заклинтизировали, ложитесь спать ногами на север. Тогда лучи теряют силу. Еще у каждого на лбу есть число зверя. Три шестерки. Я против чипирования. Также моя мама умела летать. Достаточно. Может без ролика вообще? Да, давай без ролика. Здесь есть ли пары? Пары, я имею ввиду, муж женат. У вас есть, есть пара, здесь пара, здесь. Вы одна? Вы вместе. А че, вы посрались? Почему вы? А, они оба в кофтах, если они же будут тереться, их же пизданет, 340 вольт. Будет сильный взрыв электроэнергии и будет сидеть три Энрики. Российские шутки вообще, извините. Вы пара. Сколько лет вместе вы? Ну, взгляни, ну. В смысле, вот это вот. 12 лет в браке? Нет. 12 лет вы знакомы? 13. В 13 лет знакомы. А в браке сколько? А в браке год. Месяц. Месяц в браке? Нифига, блядь, хуя ты ее, блядь, наебывал? 13 лет. Когда? Сегодня? Завтра, давай завтра. Шел двухтысячный год. Вы его затащили в этот... А, вы отказывались? Вы говорили, нет, нет, нет. Ха-ха-ха. Плохо. Я шучу. Милень, классно. Есть еще в браке? Сколько у вас? Два года в браке. Так, вы? Четыре года. Восемь. Восемь лет в браке? Кто больше? В пять браке, три. Готовились. Готовились? Три. Да. Говорят, надо хорошо помыть. Ну, то есть... Что ты делаешь? Готовимся, мама. Ты понимаешь? Кто знает, что произойдет? Это очень здорово. Здесь есть вот вы как пример того, что вы в браке всего год, но это мало. У вас восемь лет, да? Я в браке семь лет. И за эти семь лет вот что я понял. Мужик за семь лет, он начинает настолько расслабляться, в том плане, что мы уже ничего не прикладываем, никаких усилий для того, чтобы получить секс. Понимаете? То есть мы не водим уже в кино, в ресторан, не угрожаем ножом. Сразу ты приходишь домой вечером, так поднимаешь одеяло. Хуя накрыто. Ты уже смотришь, и там вот это все твое, понимаешь, уже все такое, уже все. Бери и кушай, понимаешь? Это все такое теплое, блядь, пижаме с начесом лежит. Ты смотришь, и там, понимаешь, хоть бы не проснул, хоть и день пройдет, хорошо. Отползаешь так, какую-то хуйню, мешок с сахаром, блядь, так к спине подложил. Пусть думает, что это я. Я к тому, что за эти семь лет я в определенный момент понял, что я совершенно разучился, я растерял навыки знакомства с девушками. Не то, что мне это нужно, да, сейчас, но если меня бросит жена, то первые четыре месяца я буду флиртовать как идиот. Я не помню, как это делается, вот я не помню. То есть я знаю, ну, какая-то специальная поза, ну, какой-то голос, да, какие-то фразы, что, блядь, говорить, я не знаю. Вот так подойду. Как сейчас делается? Постираешь мне куртку? Что нужно говорить, чтобы они... Я растерял все, я растерял. Я был, я... У меня были такие фишки, пиздец... У меня знаете, сколько было женщин до свадьбы? Пиздец, четыре. И вот это может быть и мало, но может быть и много. Да? Мы не будем об этом спорить. Но для этого пацана это пиздец результат. И за это время я растерял. У меня были крутые фишки, у меня был мега взгляд Соболя, который... Просто пора показать вам мой взгляд. Он был готовый. Глядь, семь лет не использовал. Пиздец вам сейчас, смотрите. Вы ржете, тогда это работало. Никто сейчас не снимает трусы. Снимал тут? Сейчас сработало. Сработало, да, брат? Я не разру. Не, сейчас не работает эта херня. Раньше я помню, тёлки в озере куп моются. Я так подхожу, раз на них. Хуяк в озере, вот настолько воды прибавлялось. Вот, вот, в озере. Я вне игры уже семь лет. Вообще не знаю, что происходит в этом деле. Борис. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. То есть сейчас же как? Сейчас же знакомятся все где в основном. Как происходит знакомство с тёлками? В интернете, да? Да. Всякие приложения, да? Я помню. У нас в интернете раньше не было тёлочек. Были рефераты. Вы помните вот это время? Когда, блядь, тёлочки? Рефераты идите нахуй! Наша территория! Мы знакомились, я не знаю. Анкеты сейчас, да? Чтобы узнать, познакомиться с дичёной. Достаточно прочесть её анкету. Да, вот эти все. Любимый писатель Дэн Браун, да? Ты понимаешь, умная, да? Типа, любимый композитор Пол Маккартни. Там, телешоу, только с Якубовичем, да? Или там, анал за доплату. То есть ты всё, ты всё. Ты всё про неё знаешь. Мы из Новоля, не было анкет. Мы на День города. Был День города. Пиздец, я бы выходил на День города. Это такое место, блядь. В Красноярске я живу. Все в чистой одежде. Представь, все вокруг тебя в чистой одежде. Как будто ты попал в рекламу майонеза, блядь. Все такие куда-то идут. Не было анкет. Мы подходили, говорили, любимый писатель. Она говорит, арсенальная крепкая. Ты говоришь, блядь, это я люблю читать. Все. Не было анкет. Раньше узнавали по майкам. Идёшь, видишь тёлочка в красивой майке, чистой. Значит, пригодна для женитьбы. Смотришь, майка обрыганная. Вот так вот вся. Рвота вот так вот течёт по штанине. Вот по этой. Значит, ну вот будете сосаться. Вероятнее всего через час. Смотришь, сички висят, брюхо, блядь, такое. Мужик, да, голый, без майки, идиот. И ты такой, типа, ладно. Тёлку не нашёл, зато нашёл батю. Да? Ну ты... Он куда-то ушёл, и вот он здесь. Было время, вот когда мы... Я был молодым пиздюком ещё. Я помню, застал тот момент, когда гитары были нужны, чтобы доказать девушке, что ты романтичный. Сейчас на гитарах играет для девушки? Да, играет. Тоже очень работает. Серьёзно? Сейчас играет на гитарах? А где это происходит? Я просто работаю в этой серии. Вы работаете в сфере гитар? Ну, естественно, играют, малыш. Это ж такая сфера. Это типа, я работаю на ветреной стороне дома. Есть ли ветер? Ветер есть. Да, есть ветер. А другому такой, я работаю в подвале, но солнце пиздярит. Солнца нет, не видим. Да, гитара. Раньше была гитара, играли, по-моему, маленький форточку, только раз в Красноярске, ухо так достаю и слышу там какие-то взрослые пацаны с гитарой, там, «Однебом голубым, есть город золотой, с прозрачными». Всё, я думаю, ебёт гитару. Да? Романтика? В будущем будет вообще по-другому. Раньше была гитара. А знаешь, как будет в будущем? В будущем будет вот как. Будут специальные такие телепорты, то есть ты знакомишься с тёлочкой, да, в интернете, и не надо ехать вообще в другом городе. Телепорт включаешь, руку так вот засовываешь, и на другом конце страны из телепорта вылазит вот эта вот рука, и ты трогаешь сиськи. Или хуй. Как повезёт. Если фейковый аккаунт, ребят, но если повезёт, и там сиськи, представляешь, как это круто? Ты такой раз, извините, а вы можете сиськи сюда высунуть? А ведь не могу, одну оторвали уже, блядь. Высунула, чуть в вагончик строительный, не дотащили. Я понял, что я вот этот вот навык, ну, немножечко растерял. Знаешь, навык тогда вот там, типа, флиртовать. Но я не хочу его, чтобы он у меня был, я жену люблю, изменять, нет, не люблю, но в... Нет, не то, что не люблю, я отрицаю это вообще. Пиздец, как это... Нет, не-не-не. Да похуй, я вырежу это и все. Короче, навык, это очень важная вещь. И мне кажется, что каждый мужик, кто долго в браке, вот вы 8 лет, внутренне должен осознавать, что ты еще можешь. Но не нужно допускать, чтобы это случилось. Нужно немножечко внутренне тренироваться, как это нужно делать. Вот берешь, встаешь утром, жена заснула, дети заснули, ты выходишь на кухню, одеваешь такой костюм, как у Дэдпула, полностью, чтобы тебя вообще было не видно, полностью. Садишься в машину, да, в какую-то пиздатую, да, и вот, Грант, какая пиздатая? Тойота Раф 4, ну вот давай, возьмем ее. Едешь, короче, подъезжаешь в клуб, знакомишься там с женщиной, все, бум, напаиваешь ее, в гостиницу, она в душ, ты в душ, она горенькая, лежит перед тобой, полностью голая, представь, здесь ноги уже так раздвинуты, ты так тоже снимаешь трусы, все, ты тоже помылся, все, она такая, ну давай, такой типа, то есть, сейчас будем трахаться, верно, я понимаю? Она говорит, да, да, прямо сейчас, трахай меня, то есть, я могу тебя трахнуть, в данный момент, тебя я трахаю, да? Она говорит, да, трахай, ну, я говорю, гай голая, блядь, лежу, чтобы папиллому тебе показать, давай, имей меня, вхайди в меня, я вхожу вот туда, своим членом, верно, я понимаю, сейчас будет акт секса, траханье, правильно я понимаю? Я такой, да, да, ты, умолял в клубе, на коленях плакал, я говорю, дам 3000, я думаю, ну, хорошая прибавка к пенсии, почему бы не съездить? Я такой, отлично, мне это и нужно было, что были еще в деле, хуяк, дымовуку будь, все, и ухожу, и прыгаю, еду домой, внутренне, ничего никому не изменил, но понимаю, еще умею, еще могу. Есть ощущение, что женщины нам колят какую-то херню, антифлирт, и мы просто, мужики просто, мы не умеют, мужики, женатые, флиртовать. Я даже знаю, когда это происходит, в момент, когда мы ночью ложимся спать, знаете, она такая, типа, попкой так к нам, типа, так поворачиваешь, типа, обними меня, да, и ты такой, обниму тебя, типа, да, к попке попку, так раз, попку обнял, она вот так вот же лежит, да, и тут, блядь, шприц с какой-то, раз в шею тебе, да, ты просыпаешься, ага, люблю только тебя, и все. Вы женаты? Вы нет, да? Ну вот, тогда, Борь, ты, вот ты еще, вот в теме, да, ты не в теме? Это твоя девушка? Хорошо. Ты в теме, Борь? Нет, да, ну в смысле, я не в теме, в какой я теме, я в теме, там банкротов, а что? Дома потом будет, да. Какой ты, блядь, теме? Борь, у моей пизденки долг, помоги, в этом смысле, да? тебе не хватает 300 тысяч членов, блядь, я могу помочь, я Боря. Может быть, мы же не знаем. Я понял это вот, когда выступал где-то в России, на севере, город какой-то был, ну, какой-то вообще, за лупой Северогорск, вот, типа, что-то такого, без Северогорска. И вот, там большой холм такой, и... там делают творог. Ну и вот, и... И вот в этом городе, там телефон, наверное, не берет, ну, я уехал туда, там ночевал, и, то есть, я мог делать все, что угодно. То есть, не работает телефон, гостиницы все пустые, все очень дешево, мне заплатили гонора презервативами, я просто... Я вышел здесь, три гондончика, я так стою, типа, и подходит девушка, и я вижу, что она что-то, ну, типа, какие-то проявляет флюиды ко мне, она в топике, в юбочке, был в декабре, ей холодно, пиздец, но она проявляет какие-то знаки симпатии ко мне, внимания, и она говорит, а что вы делаете после концерта? Я пью шампанское с тобой. Так надо сказать, если хочешь какое-то продолжение, да? Но я семь лет в браке, я не знаю, что им говорить в этот момент, не знаю. Я говорю, я? Я разговариваю с детьми по скайпу. Кто даст после этого? Вот скажите, кто? Жена, ее мать, но не кто-то не из семьи, понимаете? Я, понятно, исправился, я потом пью шампанское с тобой! Но я сказал, это поздно, когда уже ехал в такси, таксист такой, мне это, блядь, неинтересно. Это шампанское, болит башка. Но если вино, то... у меня, между прочим, в этом плане пять звездочек, понимаете, о чем я? Вот я, ну, в семь лет в браке, я вообще забыл, как это, флиртовать. Но есть люди, одинокие, которые, парни, я не знаю, чего они говорят, телочка, у меня есть друг, блядь, 38 лет ему, страшный, страшный, у него лицо, как капуста, вот представь, круглая, блядь, шея, как черенок, вот этот, ты смотришь, да хочется, блядь, оторвать один лист, вот так, блядь, второй, думаешь, может, будет там какая-нибудь красота, нет, вот все в каких-то жилах, вот таких венах, вздутых, у него каждый день какие-то телочки, он просто так подходит, типа, на ухо что-то, он такой, поехали, и все, они куда-то едут, что, вот скажите, здесь есть одинокие парни, что вы говорите, вот что ты, вот что ты говоришь, женщине, чтобы она вот поехала, по-разному, ну типа, я отпущу всюду и семью, если прямо сейчас, ты поедешь со мной, я Марк Тишман, у меня есть Нива, что говорят, при этом меня жена очень ревнует, я ей говорю, я ноль, Наташа, я вообще, ноль, реально ноль, меня вот брось в бассейн полный, одиноких, голых женщин, вот голова, на рукавниках, блядь, я вот, вот голый буду плавать, вот так, причем бабы будут сверху, внутри вот так, слоями на шее, так стоять, друг на друга, я вот этой штукой буду, так вот, по лицу, я вылезу, он будет сухой, вообще, как будто на него час дули с фена, блядь, у меня просто есть маленький фен, и дырка в кармане, ничего не было, вот вы все ревнуете, вот вы ревнуете, вот у вас 8 лет брак, вот у девушки, как девушку зовут? Лина, вот если, а твоего мужчину как? Антон, вот если Антон уезжает куда-то, и не берет трубку, значит, хорошо ему дам. офигеть, но он не уезжает, я правильно понимаю никуда? Антон работает на дому, он дизайнер, никуда не выходит, смотрю так в другую комнату, а ему хорошо, всегда брал трубку? За 8 лет? офигеть, вот это очень круто, давайте поаплодируем, это очень здорово, всегда берет трубку, ты не портная случайно? просто как ты потом назад пришиваешь ему хуй, чтобы... я поехал, если я не буду брать трубку, тебе хорошо, я знаю, я вернусь, я приеду за вами. Не знаю, мне кажется, что женщины вообще переживают, вы переживаете, когда у вас красавчик не берет трубку? Нет? Ты тоже не переживаешь? Хорошо. Я думаю, вымывается, что всегда в голове у женщины же не берет трубку и там типа в голове у вас где-то за гаражами трахают бечевку. Вы же даже в фантазиях не можете предположить, что она будет лучше, чем вы, да? Огромно лишай на лице в этой твари, он ее там чихпыжет в пакете. У меня вот жена, она ревнует меня и она всегда... Я думаю, она как-то следит за мной, потому что... Я сижу, например, в гостинице долго, 4 часа, никуда не еду, никто не звонит. Собираюсь ехать... Чего, как дела? Ты где? Куда? Куда едешь? С кем? Как дела? Я думаю, она жучок мне поставила. Я тоже знаю, где. Вот в районе яиц. Вот здесь. Да? Иначе, что она там копается постоянно? Она... Она постоянно там что-то шарая, я не лезу туда, я такой, окей-окей, занимайся. Я типа... Я боюсь спугнуть, с другой стороны. Ебаня, дерни, там провода какие-нибудь... паять надо, Она что-то там руками, там что-то пам, тянет там, типа, я такой, ну ладно. И она сейчас все это слушает, кстати говоря. Она сейчас будет ревновать, твой смех услышит, пиздец. Можешь сказать, типа, он мне не нравится? Скажи. Наташ, тут нет женщин. Женщин нету. Я к тому, что многие действительно не ревнуют, но этим часто мужики пользуются. Я был в одном городе, выступал, и тоже спрашиваю, где здесь пара, есть ли кто-то, кто вместе? И девушка поднимает руку, говорит, да, я, говорит, типа, замужем, а она одна. Уэлла, я говорю, а где твой, говорю, ну, типа, а я же, у меня шутки все стрёмные, говняные все. Говорю, а он траванулся, дрищит там где-то. Сейчас. Она говорит, нет, он в Чечне, типа, типа, я говорю, в Чечне, типа, что там? Он говорит, он служит, там война. Я говорю, ох, как он тебя наебал, представляете? Это высший уровень пилотажа. Он сказал, что там война, понял? Я на войну, ну ладно, давай. Прикинь, да? Приезжает весь засосок. Что случилось? Эти шлюши бомбы, я все объясню. летит шлюшем дыровщик, его большой, шлюхи в нас, в наш полк, ночью, заставим их без трусов, как раз лежим, в бараке, просто резня, блядь, они на нас, я одну, одну раз, нету ни штыка, ни лопатки, ничего, я их бью по горлу, блядь. Справились. Завтра вторая компания, еду. При этом, когда мне жена всегда, она мне звонит и говорит, что такое? Задумалась что-то. Ты ж вчера ездил на ванну. Спалили до его твоего боевика. За взятие пизды, взялись у меня. За анал. Вот здесь. Вообще, любящий муж, он всегда говорит правду, что происходит, и я так же делаю, но правду иногда может пугать, поэтому нужно всегда, когда жена звонит, ты, например, где-то в ресторане с кем-то, ты всегда должен сказать правду, но как бы взгладить ее до того, чтобы жена не переживала. У меня звонит и говорит, ты с кем? Я понимаю, нужно сказать так, чтобы ни в коем случае она не подумала, что есть какие-то женщины, что-то может произойти. Я говорю, здесь вообще без женщин, здесь Денис, здесь Андрей с сыном, то есть он дочку не взял вообще, мы чисто мужской компанией, и я перечисляю людей, которые являются гарантом того, что ничего не произойдет. Я говорю, здесь вот геи, Денис, Петя, Саша, Андрей, они просто член в задницу вот так большой, член ножкой сидят на лавочке, то есть вообще не переживай, ничего не будет. Я дохожу до предела, и говорю, здесь Архангел Андрей, здесь человек, который снимается в сериале «Верность», здесь, блядь, создатель любви, здесь чисто вот нормальные пацаны, нормальная компания. Что мы едим? Чеснок, мы едим чеснок. Мы просто заказали чесноковое рагу, огромную чесноковую рульку, да, где-где? На дереве, мы сидим на дереве, блядь, грязные, все воняем, да, подходит женщина, кидая в нее камни, как ты просила, конечно. И тогда она, ну все, милый, я сплю, тогда мне хорошо и спокойно. Да? Мы сами в бассейн, эй, девалки! Но он сухой, всегда. В этом плане так происходит, что часто вот в парах вот здесь никто никому не изменял, правильно? А из знакомых ваших кто-нибудь изменял кому-то? О, да? Как его звали? Этого подонка. Так вот. Почему происходит, почему женщины ревнуют? Действительно, многие мужчины обманывают, действительно, многие изменяют. Согласен с тобой полностью, брат. И в этом плане девушка может себя обезопасить. Есть брачные контракты, сейчас развита практика, да? Ты как, Боря, как, 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 ну, это сейчас часто происходит, часто браки заключают, не очень часто, надо чаще. Потому что когда у тебя будет брачный контракт, по которому ты в случае измены, да, в случае расставания по своей вине, по своему вот этому гадкому мероприятию, ам... А, муж позвонил? Я сейчас на войне, милая. Не ставь, пожалуйста, найти айфон, да. Сейчас будут показывать баню, но извини, это пиздец, заглушки шлюхи поставили. Хотят запутать, да, сбить след. Да. Спасибо, да, можешь, увидимся через час. Так вот, измены. Брачный контракт, который, мне кажется, нужно заключать чаще, потому что в этом случае, в случае действительно, измены, женщина будет забирать половину, правильно? Половину нажитого имущества. сейчас этот из спорта, из футбола, как его зовут? Никакорин, а Глушаков, блядь, вот, хуй-то она там что получит, понимаете, 80 тысяч, кто хочет с нее взять. Женщина будет по закону сразу забирать половину, и ты будешь понимать, если у тебя есть четыре квартиры в Москве, да, ты будешь стоять и понимать, что этот род может стоить 20 миллионов, и ты такой, Сережа, не сегодня, да? Андрей, давай повременим. Понятно, что у тебя однушка в Смоленске, но ты, блядь, давай рискуем, рискнем. Почему так происходит? Почему люди начинают, ну, по-разному бывает, пахать, но есть разные теории того, почему мужики начинают там вообще творить всякую ерунду. Я думаю, часто бывает так, что начинают просто с жира беситься, да? Нет, не считаете вы? Сейчас вообще, в мире сейчас все есть, куча разного секса везде, куча разного вообще, все доступно, все есть, все виды наркотиков, все виды алкоголя, и у человека просто кукушка ездит по этому плану, и он начинает блядь, все что угодно творить. В том плане, что вот кто здесь самый взрослый? Леша, сколько тебе лет? Вот. Помнишь 2000-е? Ты помнишь, помнишь, в магазин приходишь, там, блядь, только береста. Помнишь вот это? Свежее? Свежее бери! Это что, одежда или еда? Это все равно. И так, и так используем. Сейчас в магазин приходишь, это же просто капец. Выбор, да? Сколько продуктов? Какие магазины? Сейчас даже вот тупо приходят тележки для продуктов. Вы видели? Вот так, я вот так беру ее. Вот. Выбор, блядь, продуктов. Вот если перевернуть, это тюрьма для 20 карликов. Вот это одна телега. И продуктов столько, что ты через 15 минут уже так кассия тащишь. Подходишь, говоришь, любимая, я взял только первую строчку из списка. Да, у меня грыжа вылезла. На кассе пробили, как помыло. Фрукты не брал, да, дети, по сосудке с лятинку извини. Да, продуктов сколько? Детские тележки есть. Детские тележки, блядь. С каких пор у пиздюков появились деньги? Дети — это самый нищий вообще слой населения. Нищеброды, просто мелкие, не сформировавшиеся, еще не потеющие. Нищие люди ходят, блядь, в группками, в садики, обсуждают что-то. Машинка, хуинка, ты нищий. Ты просто, он просто ноль, блядь. Его ничего нет. Ему даже если скажут, блядь, Коля, блядь, Хабиб победит, блядь, в третьем раунде пизданет, блядь, удушающим. Поставь деньги. Он скажет, не имею. Нищие. Если вы увидите пиздюка, который бежит по магазину с деньгами, он или украл, или это цикало. И в мире, когда все есть, сейчас все есть, сложнее всего жить ребенку, у которого нет денег на все это. То есть он просто идет по магазину, там игрушки, всякие конфеты, и он идет, смотрит на все это, говорит, я все это, блядь, хочу купить. А мать говорит, нет, денег только на курицу. Все. А ты идешь, думаешь, когда я вырос тут? И они говорят, и я куплю себе все это. Это вот, вот, ребят, это вот знаете как, вот сейчас мужики поймут, это вот как ты приходишь в магазин, где только вагины. Представьте, представьте, на всех прилавок. Мир вагин, ну я не знаю, типа, вагина ворс, франшиза Диснея, такой, блядь, там так вместо замка такая большая, такая, типа, фейерверк, огромная вагина. вход такой. И вот ты идешь, там вагин очень много, представь, Боря, ты представь. Не, понятно, что как бы, ну он с тобой идет, ладно, но смотрит на них. Ты идешь, а там разные, такие всякие, красненькие, там типа, такие цветные, на праздник, большие, на компанию, ну такие, такие маленькие, на ключи, чтобы так, хуйня, типа, так, ерзать. И ты идешь, такой, я хочу, я хочу, я хочу всех, а тебе говорят, только одну. На всю жизнь выбери одну. В тот раз взял пять, сейчас сыть пошла. Три не использовал, они в холодильнике завоняли. Мы из них сварили варенье, его дед в бане съел. Выбирай одну, и ты думаешь, какую смотришь, видишь, вот эту хочу. Она красивая, как вот такая в комедии вумен, как будто выступает, такая вся. Ты вот эту, тебе говорят, это дорого, тебе не по карману. Вот эту. И такую китайскую, такую, знаешь, когда вот, смотришь, там вот где шов, вот так клей засох. Ну мы, знаешь, тут не клеили, типа. Идешь с этой вагиной, блядь, по жизни. какие-то, когда я вырасту, когда я взрослый, мне будет лет 39, у меня будут все вагины мира. Ну так и что, живем с одной, да? Смотрим на всех, но живем и людям одну. Это очень важно. Вообще, вот магазины, у меня сейчас жутко иногда бывает из-за обилия того, что происходит, сейчас действительно всего очень много. И действительно сейчас, вот в Аташан, блядь, вы были ночью в Ашане? Когда никого нет, я говорю, купи печенье, я такой, без проблем, заезжаешь, и ты идешь, я иду, когда один, особенно, где-то в 3 часа ночи, когда эти уже кассиры, смотрят, ладно, окей, там этот отдел, эти одежды, вот это жуткое место, там эти манекены, блядь, стоят, как будто ты слушаешь, сними эту хуйню, как мне стыдно, я раньше был страпоном, и то мне было не так обломно. Идешь с ним? Там это, я подхожу, и там было написано, печенье там. И такой идешь, а там такой вот этот коридор, и я иду, попадаю в такую фигню, и там лампа такая, как у Хичкока, блядь, в кино. И ты идешь, и эти все печенье, их так много, и ощущения, ночью они как будто на тебя через решетку смотрят, и что-то тебе шепчут, и ты так идешь, и они... Купи меня, бонжур, меня зовут Куробье, Я вот так вот разговариваю, там, откуда мы у всех такой голос, потому что я из-под Калуги, у нас хуёвая экология. Идёшь там юбилейная... Блядь, мне лицо раздавили! Ай, больно! Купи! Идёшь, там эти вафли стоят, в жилетках Ашан, которые раскладываю, и всё. Идёшь, смотри, там квас, блядь, стоит такой посередине. Брат, блядь, отнеси меня к своим, меня поменяли на зефир. Мне тут один, о, мать вообще думает, я уже давно в окрошке, блядь. Брат, отнеси меня! И ты идёшь по этим печеньям, и самое лютое печенье — это овсяное, это тварь вообще. И там такая огромная, толстая, с трещиной, на лице с изюмом, вот так, из черепа. Она просто... Взял меня и моих пацанов со злаками. Вечером мы эти дома с молоком в рот выебим. Мне реально кажется, что из-за изобилия всего овощи, всякие животные, фрукты, с нами разговаривают, потому что особенно вот эти, знаешь, овощи ты купил, вот их вот так вот, да, в пакет положил, да, кабачок, вот представь, ты купила маленький кабачок, раз — и в холодильник его, и ты его не ешь, и не съешь, и выкинешь, он там сгниёт, и они бедняги, они когда идут — «Эй, завтра рагу!» — хуяк, никакого рагу, блядь, ты открываешь, так на них только смотришь, они такие — «Может, сегодня рататую?» — «Нет, сегодня в ресторан, блядь, прости». И они вот лежат там, в своей этой выдвижалке, блядь, в морге для овощей, блядь... И реально, они стояли, они дреблеют, им всё хуже, хуже, и они сидят, говорят, «Может быть, сегодня?» — «Через четыре дня уже, блядь, бок чвёртый, такой мягкий, такой, может, всего?» А там сверху, блядь, лекарства. «Брат, блядь, пиздец тут!» «Про нас вообще забыли!» «Я, короче, понадол!» «Восемь лет назад, когда у меня только вот закончился срок годности, я ещё мог лечить!» «Сейчас я пиздец, знаешь, кто, блядь? Я в Солдбере убил, блядь, предателя, понял кто я?» «Реально, эти кабачки лежат с каждым днём, они, брат, возьми морковку, вон она, она уже чёрная жижа, уже...» «Я ещё вполне себе...» «Кабачок думает, надо было им в тот раз подкатиться к той одинокой женщине, блядь, а не к этому...» «Не, реально, обидно всё за кефир, вот кефир...» «Знаешь, покупаешь свежий кефир, блядь, да?» «Стоишь в холодильник, не пьёшь вообще!» «Он там стоит, надувается, блядь!» «И ты его...» «Открой!» «Не открывай, блядь!» «И так вот...» «Он когда уходил с полки, он реально был такой счастливый, блядь!» «Нахуй!» «Сегодня же буду выпить!» «Это вот как с членом, вот смотрите, долго его не используешь, да?» «Я просто расскажу, ты 12 лет терпел, помнишь этот период времени?» «Когда он тебя просто...» «И ты его берёшь уже перед...» «Ладно, ножиком так срезаешь чёрную, всю эту херню мягкую, да?» «Да, пусть меньше становится, но зато чистый, да?» «Рогласитесь?» «Или он когда надувается, как кефир, да?» «Сегодня две месяца не использовал, он уже...» «Не открывай, не дёргай!» «И люди в автобусе, блядь!» «Что вы там открыли, мужчина?» «Кефир?» «Трёхслойная...» «Трёхслойная...» «Четырёх?» «Да из будущего...» «Откуда вы?» «Правда, четырёхслойная...» «Самое тупое изобретение в мире...» «Не проще ли сделать один, но поплотнее?» «Или сильно не давить?» «Смотрите...» «Газеты, журналы...» «Листики...» «И один раз чуть не пробил ДВП...» «Не пошла бы кровь, я бы поставил рекорд...» «Реально, это...» «И она ещё сейчас с ароматами, да?» «Там такое место, извините меня...» «Какие ароматы?» «У меня духи уходят за час вот отсюда...» «А там, блядь...» «То место, что пахло яблоками...» «Даже если ты возьмёшь целое яблоко...» «Давайте так...» «Засунешь его...» «Да не будет там пахнуть яблоками...» «Будет смешная походка...» «Будет...» «Причём туалетная бумага — это самая важная и самая нужная часть вообще в доме, согласитесь?» «Вот у вас заканчивается рис, да?» «Вы такие, что буду есть?» «Гречку...» «Нет гречки...» «Макароны...» «Нету ничего...» «Потерплю до вечера...» «А бумага когда?» «Нет такого...» «Нет бумаги?» «Ладно...» «Потерплю до вечера...» «Вечером что-нибудь да придумаю...» «Ты сидишь такой...» «Блядь, что будет бумагой?» «В данный момент что?» «Так чех нет...» «Шарф нет...» «Кошка...» «Кошка...» «Кошка, кстати, самая удобная...» «Смотрите...» «Кошки бывают разные...» «Не любой кошкой...» «Сразу говорю...» «Э...» «Э...» «Ты как...» «Ну...» «Человек, имеющий отношение к животным...» «Ты не можешь меня поддержать...» «Неудобнее всего...» «Это вот этими...» «Знаете...» «Сфинксы...» «Лысые которые...» «Пиздец...» «Ну так как рукой или об спину...» «Ну то есть...» «Как ты вытерешь им...» «Скользит постоянно...» «Самое лучшее...» «Это...» «Старые добрые персы...» «Блядь...» «Пушистая вот эта тварь...» «У нее такой ворсистый...» «Для жопы идеальный ворс...» «Ты так...» «Раз...» 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 «У них рыло такое, блядь...» «Тупорылое, чтоб не утопить...» «Понимаете?» «То есть...» «То есть легко...» «Грязники сполоснул там в раковине...» «Одним котенком перса...» «Вот смотрите...» «Можно вытираться, как одним рулоном бумаги...» «Потом грязный лаз, как втулку смыл его нахуй в унитаз...» «И все...» «И все, он ушел...» «Я думаю, что изобилие всего...» «Огромное количество всего...» «Мы начинаем с жиру беситься...» «Э...» «Вот последние новости...» «Кокорин Мамаев...» «Пятнадцать миллионов...» «У них была зарплата в месяц...» «Чтоб повеселиться...» «Как они сделали, да?» «Весело же, да, они провели время?» «Вообще...» «Мне так же...» «Жалко, с другой стороны, пацанов...» «Ну...» «У тебя пятнадцать миллионов...» «Они могли взять...» «И какой-нибудь маленькой деревне...» «Всем жителям...» «Вообще всем...» «Вставить золотые зубы...» «Всем...» «Всем они приезжают, блядь...» «Здравствуйте!» «Там у всех...» «У детей...» «У бабок...» «У лошадей, блядь...» «У воробьёв...» «У всех золотая хуйня...» «Вот это весело...» «Они что сделали?» «Отпиздошили депутата...» «И отпиздошили водителя...» «Ведущего первого канала...» «Исполнили мечту Навального...» «Но тем не менее...» «Поплатились жёстко...» «И всё это плохо влияет вообще не только на нас, но и вообще на всю общую мировую историю...» «На всю общую мировую политику...» «Вот эти все сейчас тёрки... Россия, Америка...» «Страшно же сейчас, пиздарики...» «Сейчас они там...» «У нас ядерное...» «У нас ядерное...» «У нас же в России, блядь, всё ядерное...» «У нас все существительные...» «Так называется ракета у нас, блядь...» «Стул, берёза, блядь...» «Буратино...» «Вот всё, что вот ты знаешь...» «И если сейчас начнётся какая-то войнушка...» «Не будет такого...» «Сегодня в четыре часа утра...» «Солдаты американской армии без объявления войны...» «Вышли в сторону России из Чикаго...» «Ты такой...» «Заебись, есть ещё три года...» «Сейчас будет так...» «Буквально две минуты назад...» «Блядь, ракеты...» «И всё, и всем...» «И вот уже нам, людям, нужна вот эта помощь...» «Не животным...» «Котому что сейчас больше всего не хочется этой войны...» «Вот сейчас...» «Но что мы в России только начали жить...» «У нас только вот стало всё появляться...» «Мы только распробовали всё...» «Только недавно...» «Буквально два года назад...» «Мы поняли...» «Что такое настоящие...» «Нормальные стейки...» «Да?» «Вот эта вкуснятина...» «Мироторговская...» «Она только появилась...» «Ещё сейчас...» «Стоп...» «Мы только несколько лет назад поняли...» «Что делать дома роллы...» «Это...» «Поебота...» «Но я думаю, ничего не произойдёт...» «Не будет ничего жёсткого...» «Знаете почему?» «Кто у нас президент?» «Володя Путин» «Да...» «Соединяем...» «Володя Путин» «Путин...» «Но у него стальные яйца...» «Он не допустит ничего...» «Он всё ловит...» «Стальные...» «Это очень важно, кстати...» «Небольшие...» «Только не думайте, что...» «Большие — это не очень прикольно...» «Большие — это типа...» «Типа что...» «Добрый вечер...» «Типа...» «Что вы ржёте?» «Я уже сижу...» «Всё нормально...» «Стальные у него...» «Такой мощный...» «Походку видели у Путина?» «Стальные яйца...» «У медведя вот такая...» «У него сильные ноги...» «То есть, мне кажется, что...» «Ничего не произойдёт, но вот что я боюсь...» «Путину власти уже сколько?» «14 или 18 лет?» «18 лет» «18 лет» «В России так повелось, что все, кто долго у власти...» «В определённый момент у них начинает...» «Ну...» «Короче, они начинают чудить...» «Вот все...» «Ельцин, помните?» «Восемь лет...» «И что, начал пьяный дирижировать...» «Паша Техник на минималках, блядь...» «Паша Техник на минималках, блядь...» «Паша Техник в 50 лет будет выглядеть как Ельцин?» «Вот отвечаю». «Понятно, что такого никогда не будет, но...» «Брежнев, помните?» «Через несколько лет...» «Сколько он там...» «Отстрелялся...» «Я больше разбираюсь в поцелуях, блядь...» «И полетел...» «Роутер Герпеса, блядь...» «В Аргентину...» «Везде летает...» «Вот Путин 18 лет уже власти...» «Я боюсь, не дай бог...» «Вот сойдёт с ума, если...» «Пиздарики...» «Никто, во-первых, не поймёт, что что-то происходит, потому что его так все боятся...» «Вот он просто выйдет, начнёт что-то говорить, типа...» «У меня есть идея...» «Все такие...» «Так, так...» «Давайте... «Все люди...» «Переедут из квартир на берёзы...» «В медведку такие...» «А где мы жили до этого?!» «И люди такие...» «Ну давайте...» «Алло, Савянин...» «Ломай всё...» «Ну реально же, да?» «Потому что...» «Страшно, что если вдруг начнётся...» «Вот Сталин...» «Вы помните, чего Сталин всё замутил?» «25 лет он был у руля, и в определённый момент он начал расстреливать людей за анекдоты про себя» «Вы представляете, если бы сейчас было такое время?» «Если бы сейчас...» «Тот, про кого анекдот захотел тебя расстрелять» «Ты сидишь на кухне, говорит...» «Короче, слышу анекдот» «Короче, лежит в кровати довольный Киркоров и раздолбанный арбуз» «И стук в дверь» «Открываешь там Киркоров и Басков» «Ты охуел его арбузом называть?!» «Вот Сталин расстреливал за анекдоты» «Я понимаю, у человека проблемы с самоиронией, большая власть» «Но вот вы просто задумаетесь вот над чем» «Представьте, что в то время, когда расстреливали за анекдоты, находились люди, которых расстреливали за анекдоты» «Это, блять, как нужно хотеть рассказать анекдот» «Чтобы рискнуть вот на так...» «То есть, я, представляю, где-то на кухне...» «Лева, иди сюда!» «Что такое?» «Анекдот рассказывать буду!» «Про кого, Коля?» «За него!» «Долбоёб, ты не умеешь! Успокойся!» А я рискну. Я утренировался, в жопу корови голову засунул, там, и в кишки рассказывал. Получится! Давайте! Всех за ним соседи, открой форточки, рискуем! Коля! «Не надо!» «Умоляю!» — «Нет! Давай, я уже решился!» Вот вам анекдот! Почему? При Лене не носили калоши, А при Сталине сапоги. Он говорит, Коля, пока вообще непонятно, блядь, про что речь. Остановись. Наебнут. Он говорит, а я рискну. Потому что на всякий случай погладь пижак. Потому что при Ленине говна в России было по щиколотку, а при Сталине по колено. Ай, Коля. Ты долбоёб. Мы этот анекдот знаем. Его дед рассказывал до того, как его расстреляли. Ты же в комнате тоже сидел, еблан, блядь. Потому что, ну реально, вдруг какая-то тема скажет, все, будут выполнять. У него летом был случай с Путиным, вы знаете, его пригласили в Турцию, в ресторан, поесть говядины. Он сказал, говорит, пошутил. Он говорит, вот если, говорит, там будет продаваться наша говядина, то я приеду. Продавалось. Через две недели. Представляете, его шутки вот так вот воспринимают. Вы представляете, просто будет он сидеть где-то с министром с каким-то. Говорит, нет. Сколько нужно еще для освоения Севера? Он говорит, ну, миллионов триста. Сколько? Триста. Отсоси у тракториста. И грустный министр, блядь. Побежал воплощать, блядь, шутку. И где-то в колхозе, а я говорил, блядь, наступит время, Сережа. И все же у них нам сосать. За солярку ответит, блядь. За эти надбавки. Сейчас я расскажу вот что. Это очень важная история, очень важная часть для всех мужчин. Девушкам тоже будет, конечно, интересно. У мужика жизнь ровно делится на до и после одного момента. Того момента, когда мужики начинают брить яйца. Да. У всех это бывает по-разному. В разное время. У кого-то в 16, типа, да, по правую! Да? У кого-то в 25, у кого-то в 47, типа, а может, блядь, начать брить? Может, тогда будут давать? Не вам, блядь, пасану не положено. Ничего вам никто не будет давать. Вы работаете здесь, блядь. Причем мужикам это делать очень сложно. Девочек, вот у вас все так просто реально. Вот у вас создатель так сделал. У вас, блядь, ну, то есть, блядь, ровненько, блядь, хуя-хуяк, ну, там. Не, бывает, там, когда родила, там, пять человек, надо, там, не, ну, я чисто по биологии, я, то есть, ничего не придумал. Но в основном, гладненько, да? Идеальная обтекаемость. Ну, то есть, если бы он хотел прикольнуться над вами, он вам там сделал кожу, знаете, как у белки-ледяги вот здесь. Чтобы вы... Так, блядь, где я побрила, блядь? Лёша, иди посмотри, блядь. Подержите, блядь, немножко. Понятно? На самом деле, это удобно было бы. Вы быстрее добирались до работы, да? Вот эта вся тема. Заврались бы на пятиэтажку, и я полетела! Да? Дождь пошел, хуяк, да? Накрылась? В бедных семьях, да? На дачах нет батута. Денис, подержи, дети попрыгают. Ну да, грубо говоря. У мужиков в этом плане это очень сложно. У нас так все устроено там. Вот как бы мы не побрели яйца, всегда остается один волос. Сука. Как будто, когда ты бреешь, он так за складку прячется, и там все просло, он выходит... нет деревни! Мама! Валера! Блядь, где кинотеатр? Где вы? Там жопы. У нас все нормально, что ты орешь? А тут пиздарики! Ничего нету! И вот как это происходит, он начинает нам мстить. Ну ты только побрил, одел брюки, идешь такой, что-то колется, а это этот козел, он мстит нам за то, что мы уничтожили всех его родственников и так всю жизнь. Знаете, как бывает? Идеальный парень, ты с ним познакомился. Красивый, пиздец, а из носа такая хуйня. Черное — это этот волос с яйца. Он перебирается вот сюда и портит этому парню жизнь. Серьезно? Причем парни делают это зачем? Чтобы удивить незнакомую девушку. Для своих, согласись. «Ты снимаешь...» Она такая «Чего?» Я такая «Блядь, не до этого». Работает пиздец, блядь. Давай я уберу вот так вот. «Дай заколку». «А где он?» «Да где ты был?» «Был утром, утром был». «А, вот он. Чего?» «Ну, то есть...» «Вы так не делаете, кстати, для чужих парней». «Не делайте». «У меня был случай. Не, не всегда». «Для себя?» «Для себя? Не знаю. Я почему-то попадался в период, блядь, когда на себя было наплевать. Реально, давно было еще, до того, как я женился, в клубе там где-то, в Красноярске, раз там куда-то там, раз, бум-бум. «Так, раз в штанишке, а что там у тебя?» «Блядь!» «А, а!» «О, блядь!» «А!» «Блядь где часы?» «Ты чего?» «Ну-ка, блядь, оттуда». «А!» «Да, блин, как крыжовник! Блядь, сейчас...» «Погому блестит...» «Аня блесна...» Так. Смотришь и ищешь, часы потерял, так перчатку. Ну да. Когда вот вы вместе, да, пары? Вот вы вместе. В этом плане удобно, потому что вы же всегда на связи. Значит, я вот договариваюсь, мы с женой договариваемся. Всегда. Чтоб не было сюрпризов, знаешь. Чтоб, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ах, блядь. Я говорю, когда? Она говорит, девятнадцатого. Какой год? Чтоб не было сюрпризов, чтобы мы раз — ой, как хорошо, ой, как гладенько — и вперед. Согласись? У вас есть такое? Пока нет? Я доберусь до тебя! Мы же еще не женаты! О, отлично. Два — это где-то вот такие, да, длиной остались? Под канатку долбите, хорошо. Все эти вещи, когда сочиняю... Ну, все, что я говорил сейчас — правда, но вообще конкретно этот весь блог. Я писал, короче, в дороге, потому что нет порой времени. И когда пишешь, я часто сижу и тут рядом всегда сидит. И часто они смотрят. И так иногда неудобно. Я реально один раз что-то пишу, что-то стараюсь, что-то там думаю. И чувак типа такой, смотрите... Ну, это... Не смешно. Да? Ну, ладно. Ты Зощенко, блядь, с кем я еду здесь? Не смешно, чувак говорит, прикинь? Просто вообще. Я вот для таких умников, которые подглядывают, большими буквами сверху пишу — «Хули, ты сюда смотришь?» И это работает, реально. Смотри, ты что-то пишешь, там «Хули, ты сюда смотришь?» Он типа... Я однажды ехал, пишу как раз про эти яйца. И рядом садится бабушка. Блядь, такой был уже одуванчик. Ну, я думаю, не буду же я писать «Хули, ты сюда смотришь?» Это будет перебор. Я удаляю эту строчку. Я думаю, она не будет смотреть. И в определенный момент, когда я пишу, я так что-то бросаю взгляд вправо, она вот так вот смотрит и читает. И я думаю, а чего вот она подумает, вот реально? Что? Представь, ты садишься в поезд, рядом парень пишет. И вот яйца, они... Порой сложно их брить. Знаете, в складках, закрыт волос, который спрячется. И женские половые губы, если бы были как кожа у летучей мыши. Ну, блядь. Ну, кто вот подумает она? Вот скажите. Ну, явно там не юрист, да? То есть... Незащитник животных. То есть... Издец, да? Возможно, да. Добытчик алмазов в Африке, но... И все, и она, короче, когда уходит, думаю, ну все, она ушла. И она дает мне записку. Понял? Бумажку дает, такая, прочитать дома. Я такой, ну ладно. И раз, все, она ушла. И я, короче, домой прихожу, открываю бумажку. Там написано, хули ты сюда смотришь? Спасибо большое за внимание, ребят. Я вам безумно благодарен и признателен. Рад, что вы побывали на этом концерте. Этот материал я копил достаточно долго. Спасибо. Перед тем, как я уйду, я хочу вам рассказать историю, которая реально произошла в Москве. Она случилась на Рублевке с человеком, которого вы знаете, но я не имею права просто сказать, кто это. История правдивая, поэтому слушайте очень внимательно. Короче, один взрослый мужик, очень богатый, живущий на Рублевке. Он встречался с девушкой и жил с ней. Красивая молодая телочка. И часто бывают в таких парах, когда мы видим взрослого, богатого старика и рядом какую-то телочку, то мы как бы, ну, думаем, любовь, ну, фиг знает, что там за отношения. И она хотела максимально близко быть к его большим деньгам. Вот что она сделала. В момент, когда она делала ему минет. Минет, брат. Минет. Минет. Понял? Расскажи ему. Ну, не показывай. Так вот. Дело у меня нет. Он ей. Он ничего. В рот. Она все это сплюнула в презерватив и с помощью клизмы себя оплодотворила. Поэтому сейчас ко всем парням. Если после этого дело девушка вам говорит. Минет. Я, наверное, поехал домой. Да. Я поехал домой. Никакого шампанского я уже не хочу. Все в порядке. Все в порядке. Я погуляю на улице. Не смеши меня. Не кричи. Не кричи. Не кричи. Не кричи. Ха. Тогда вы скоро станете папой. Это очень хорошо. Спасибо большое! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень понравилось выступление. И как я и говорила, черный владыка придет за каждым.